И надо, вот когда люди русуют отношения, они из всего делают трагедию, понимаете, вот когда, ну, потому что очень больно, когда вот женщина нажимает, мужчина нажимает, но если человек просто, ну, в игре живет в отношениях, понимает, что любовь живет в игре, деликатность должна быть, игра такая, игра не означает поверхностность, это просто такой стиль, который рождает более глубокие отношения. И когда вот ты так вот таким образом как бы ведешь себя с близким человеком, создается очень приятная и мягкая атмосфера, понимаете, в которой много очень любви, радости, счастья, не сильно заморачиваться на том, что не так, потому что если ты не будешь заморачиваться, тогда все будет так. Так, объясню. Разум человека срабатывает, то есть разум означает осознание такое, вот ты какой северный олень, ну, то есть человек увидел что-то такое, ему что-то сильно понравилось, осознание, да? Разум всегда срабатывает только в атмосфере спокойствия. Вот если спокойствия нет, напряг пошел, разум выключается, человек осознать не может. Вот он хочет, но не может. Осознание же в сердце происходит, а чтобы до сердца что-то дошло, нужна любовь, означает спокойствие. Поэтому правило номер два, не надо ничего гипертрофировать, не надо из мухи делать слона, не надо раздувать тему, понимаете, не надо настаивать ни на чем. И это означает, вот это правило номер два означает, не ставить свою истину выше человека. Ну, то есть, если от твоей истины страдает человек, то тогда эту истину не надо сильно утрировать. Ну, допустим, ребенок получил два, ну, то есть там плохую отметку. Можно его наказать, вам будет приятно, что вы, как бы, я имею право, я мама. Ну, конечно, имеешь право, однозначно. Ну, что будет дальше? У тебя какая цель? Ты хочешь понять, чтобы он хорошо учился, да? Хочешь его дать понимание. Но понимание не возникает в результате напряжения. Если ребенок напряжен, он просто испугается и все, он ничего не поймет. Ты хочешь ему объяснить, чтобы он двойки не получал? Хорошо. Сейчас я... Надо просто успокоиться сильно внутри сначала. Ничего не сказать в этот момент, когда он двойку увидел, ничего не сказать. Я вам сейчас одну песенку поставлю. Вы уже поняли, что я, как бы, песенки люблю, да? Хорошо. Вот. Ну, я с детства их любил эти песенки. И я вам сейчас на примере этой песенки расскажу, как приходят знания к человеку, к ребенку особенно. Ну, и также к взрослому человеку. Я вот на вас нажимаю, когда вам рассказываю или нет? Вам приятно слушать? Разум работает в атмосфере доброты. Что такое доброта? Когда человек ставится выше правил каких-то. Допустим, человек мне... Я, допустим, один человек пришел ко мне на консультацию. Он говорит, посмотрите, что вы во мне видите. Я смотрю на него, вижу, что он много людей поубивал. Ну, всякие же люди приходят. И я ему говорю, вы знаете, вот я вижу такую проблему, вы, говорю, в прошлой жизни очень много людей поубивали. Он смотрит на меня такой, говорит, Олег Геннадьевич, я уже в этой жизни много людей поубивал. И у меня такой холод по телу, представляете, смотрит на меня такой человек, у меня такое оцепенение внутри. Такой взгляд у него, вот этот человек. И он говорит, я понял, что я совершил очень большую ошибку. Я сейчас молюсь целыми днями, раскаиваюсь. Я поэтому к вам пришел, за истиной к вам пришел. Ну, и мы поговорили. Но, понимаете, если бы я сильно удивился и сказал, да вы вообще убийца, я бы помог человеку, нет? Видите, я бы даже не узнал, что за человек. У меня несколько раз в жизни были такие события. Вот прямо вот здесь, вот на первом ряду, в Риге, лет десять назад, пришел на лекцию человек. Он сидел, смотрел на меня, не как вы. У него взгляд был, как будто он хочет меня убить. И я продолжал читать лекцию. Ну, не все же так смотрели на меня. Кто-то хорошо. Я же читаю на лекции, говорю, что не обращай внимания, больше обращай на тех, кто тебя любит внимания, чем на тех, кто тебя не любит. Ну, я так и сделал, попытался так сделать. Хотя его взгляд меня приманивал. Ну, это только начало предисловия темы, понимаете? Потому что, ну, тема оказалась совсем не такой. Я просто в сердце своем подумал, я же не знаю этого человека, почему я должен делать выводы. Ну, смотрит и смотрит. Хотя очень трудно было не делать выводы. Потом после лекции этот человек подошел ко мне и говорит, Олег Геннадьевич, у меня три образования выше. У меня много друзей, которые меня любят. Но, говорит, люди меня боятся. Почему? Почему люди шарахаются от меня, когда я на них смотрю? Причем интересно знать, что когда человек в зеркало на себя смотрит, он этого взгляда не видит. Вот он на себя смотрит, он не видит, что у него злой взгляд. Потому что на себя же как бы не так люди смотрят. Вот. Я ему объяснил природу его взгляда и объяснил почему. Потому что раньше, в прошлых жизнях, он был руководителем и совершил очень серьезные ошибки в отношениях с подчиненными. То есть, он вел себя очень жестко с ними. И Бог его наказал злым взглядом в результате. Понимаете? То есть, человек смотрит на людей. И через его взгляд судьба передает вот эту энергию злобы. Хотя, как бы он хороший сам по себе человек. Понимаете? Вот так работает судьба. Представляете? То есть, человек даже не знает, что у него за взгляд. Некому было сказать. Потому что все думали, что вот он ко мне что-то имеет не то. Но мне, как бы я тоже так сначала думал, но потом как-то отказался от этих мыслей. Бог мне помог. Итак. Правило номер три. Если ты видишь какой-то взгляд от своего близкого человека, знай, что это иллюзия. Потому что судьба действует так через человека, что он сам не понимает, что он творит по отношению к тебе. Это точно я вам говорю. Вот женщина не понимает, что она вытворяет по отношению к мужу. Мужчина не понимает, что он вытворяет по отношению к жене. Все это мы воспринимаем как осознанное действие и как очень глубокую и жестокую несправедливость. Мы воспринимаем это.